приветствую всех на канале volkswagen айди 4 к нам попал в работу абсолютно новый автомобиль но такой красивый автомобильчик с пробегом 609 километров то есть даже тысячи километров еще нет и автомобиль вышел из строя вышел из строя после ночной зарядки он не зарядился и владелец автомобиля говорит что были сильные скачки света шморгал и после этого автомобиль перестал заряжаться заряда у него на 19 процентов 72 километра и все автомобиль больше не заряжается сейчас будем диагностировать и смотреть какая проблема все-таки с автомобилем так имеем вот такие вот ошибки по чаджеру в моторном блоке потеря связи пассивные активные только ерунда в общем все у нас ошибки пассивные но чаджер выходит на связь только когда вернее ошибка появляется только когда пытаешься зарядить в общем сейчас сейчас high voltage дисси voltage sensor fault сейчас удалю все ошибки и попробую поставить на зарядку автомобиль так вот эти ошибки у нас активная осталась по high voltage дисси voltage sensor fault и гибрид и вот эти ошибки ссылаются на на ошибку в блоке зарядника так у нас есть внутренняя неисправность чаджером то есть проблемы у нас такие с чаджером так нужно лезть в чаджер так снял заднюю защиту и вот здесь стоит чаджер конечно низковато идут провода но на многих автомобилях они идут снизу и в принципе ничего страшного не происходит в общем сейчас 7 charger и пока мы согласовывали все принимали решение владелец оказывается у него был чаджер на этот автомобиль где-то кому-то что-то меняли переделали под и евро и поменяли чаджер и этот чаджер и мы передали в общем сейчас снимем этот чаджер и поставим сюда другой посмотрим заработает или нет правильно ли было наше предположение или же где-то ошиблись вот такой мотор здесь стоит и по параметрам не знаю что есть написано возможно максимальный крутящий момент 310 нм номинальный 170 нм и максимальный 150 киловатт номинал 70 киловатт и 16000 оборотов в минуту вращения в общем будем сейчас снимать чаджер и менять его а так выглядит этот чаджер это бушный но вроде с практически нового автомобиля но они все по сути практически новые в общем его и поставим место него установили европейский видимо есть отличие в них очень поставим его и посмотрим заработает он или нет так чаджер установили сейчас будет момент истины будет ли у нас автомобиль заряжаться так автомобиль у нас заряд пошел антифриз и поэтому видно что у нас заряд идет так антифриз у нас залит сейчас должны включиться насосы и антифриз должен уйти нужно будет немножко долить и в принципе будет интересно что у нас сгорело в чаджере снизу все уже установлено пришлось немножко откручивать стабилизатор потому как вот кронштейн идет цельным и не дает выйти и если его открутить то тяжело откручивать и болты короче говоря пришлось откручивать стабилизатор откручивать вот эту крышку потом снимать чаржер со всеми креплениями и сливать антифриз в общем вся система развоздушена автомобиль у нас уже заряжается осталось здесь только установить защиты пластиковые пыльники и в принципе можно зарядить автомобиль и выпускать его автомобиль у нас продолжает заряжаться уже 2 киловатта залила и в принципе еще чуть позаряжаем и можно будет его выдавать владельцу вот такой вот был у нас ремонт не ремонт замена агрегата но вот так вот у нас выглядит этот чаджер я оставил напоследок чтобы показать что меня здесь удивило поразило в общем оставила такой оставил такое двоякое ощущение казалось бы что здесь такого обычный чаджер как на многих других машинах но проблема в том что он производитель решил что он будет не разборной и и взяли видимо здесь сварочные швы были было заварено и после этого отфрезерована никаких других соединений здесь нету никаких болтовых ну кроме вот этой крышки которую скорее всего при откручивании не разобрать потому что здесь есть система охлаждения и разъем платы управления и короче говоря производители идут к тому чтобы детали были не ремонтопригодные взяли заварили фрезернули и на этом все поэтому чтобы теперь этот с одной стороны это хорошо потому что он стоит внизу и вряд ли туда что то попадет через прохудившиеся уплотнение или еще что то и если что то случилось то берешь меняешь полностью этот агрегат меняешь полностью этот агрегат на новый и поехал либо же нужно будет каким то образом здесь подрезать его вскрывать крышку после этого каким то боком здесь либо делать какие то переходную проставочку в общем потом герметизировать и таким образом выходить из положения и еще есть один нюанс что при вскрытии элементов вернее при вскрытии корпуса алюминиевая стружка будет попадать во внутрь если ее где то не заметить не продуть то будет неприятный всплеск эмоций в общем вот такое вот видео было если вам нравится такой контент ставьте лайк подпишитесь на канал поставьте колокольчик чтобы не пропустить новое видео ну до скорой встречи всем пока и вот такой у нас стоит еще интересный автомобиль это у нас ЗИКР 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 001 очень жирная машина китайцы начинают делать такие машины что просто завораживает салончик конечно просто здесь сумасшедший немножко есть закос под Теслу мониторчик Теслы Model 3 или Esco Plate но переключение передач немножко другое центральная консоль другая но в целом очень очень интересный автомобиль аудиосистема здесь Yamaha такая перфорированный такой перфорированный пластик возможно там динамики стоят машинка очень 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 интересно